Всемирный день чая празднуют 15 декабря. Может быть и нам, с учетом нашего менталитета, объявить в Казахстане новую красную дату в календаре? По крайней мере, умение наливать вкусный чай ни одной снохе проложило путь к сердцу свекрови. Подтверждение тому история нашей героини. Юлия Бельдебаева вышла замуж и теперь называет себя церемониальным профессионалом. Все в лучших традициях казахского чаепития. Давайте говорить о таком родном для нас напитке. Я Игуль Мукей и это ток-шоу «Давайте говорить» на телеканале Хабар. Здравствуйте! Итак, где правильное молоко? Как сделать густую заварку? Почему традиция, вызовем из отропщающих, так популярна в Казахстане? У любимого напитка есть свой всемирный праздник. Оказывается, всемирный во всем мире отмечает его 15 декабря. И вот давайте встретим нашу казахскую келлен Юлию. Здравствуйте! Какая вы красивая! Да, с чаем! Спасибо большое! Будем сегодня угощаться. Присаживайтесь, Юлия! Рассказывайте свою историю! Начну с того, что в нашей семье чай не особо популярный напиток. Больше компоты, морсы, иногда черный чай мы предпочитали. Когда я вышла замуж за казаха, я поняла, что для казахов чайная церемония – это больше как традиция. Недаром же говорят, что казахи на 70% состоят из чая. Да. Вот, например, моя инешка иногда говорит «чай шписим басы маурады». Да. А для келлен чай – это своего рода искусство. Например, знать, сколько налить заварки, сколько налить молока, какой температур молоко должно быть, до какой черты в кисюшке. Я думаю, вот, например… Кандайжахсы келлен, я? Нет, я думаю, что и такая келлен, и неважно какой национальности, и казашка тоже была бы образцовая, знаете, как ответственно подходит. Конечно. Да. Я думаю, что казахские девушки это впитывают с молоком матери, именно вот эти все ритуалы. Но когда я пришла в казахскую семью, я этому училась… Вы так основательно, как предмет для изучения, да? Конечно, училась на практике у Абысына, у Енешки. Еще очень важно наливать чай до определенной черты в кисе, потому что если ты нальешь больше, ты выражаешь свое неуважение гостю. Например, мы иногда… Ну, покажите, пожалуйста, как это, до какой черты. Это по-чемкенски, короче, когда мало чай. Да, да, да. Ну, у каждого своя черта, да? Итак, сначала наливаем теплое молоко. Да. Потом наливаем… А откуда, с какого региона ваш муж? Муж с Алматы. А, хорошо. Я тоже с Алматы. Алматинский, да, чай? Да, это алматинский чай. Муж тоже говорит иногда, что я по-чемкенски наливаю, как южане. Да, хорошо. Увидели, спасибо. Иногда, когда мы с мужем вдвоем пьем чай, я вот тоже вот так наливаю, совсем на донышке, он мне говорит, налей мне без уважения, я хочу полную кисюшку. Ну, давайте единственного мужчину угостим. Конечно. А Сон Паскаль у нас в гостях тоже. Мне очень удивительно, но вот он такой, он вообще под все наши традиции так… Хорошо. Да. А вы делите так, да? Салем беру я. Интегрировался, да. Да, и пьешь, да, чай. В Италии ты как, пил чай раньше? Обязательно. Но у нас в Италии тоже не модный. Когда я спрошу чай мамы, она говорит, а что ты болезешь, сынок? Да. Либо сынок, потому что у нас просто жарко всегда, и очень редко пьем чай, но когда я переехал в Казахстане, учился с вашей традицией, дышал ваш воздух, я, ну, практически по поводу чай стал казах, потому что я не могу не пить чай, особенно зеленый чай, потому что черный мне дает немножко нервы, потому что много там кофеина, теина. Поэтому, ну, обожаю чай, сутпень, сутсез, ой, как нет. А вкусно. Давайте. Юлечка, да, и, значит, в общем, сколько лет вы замужем? Десять лет уже замужем. А, ну, конечно, да, молодцы. Ну, в основном, меня многие девушки, молодые килинки спрашивают, как я всему научилась, может быть, что-то там смотрела или учила. На самом деле, все это с практикой приходишь, то есть, вот, ты приходишь в казахскую семью и начинаешь онлайн, скажем так, вот этому, всему учиться. У нас часто куда-то мак проходят, различные дни рождения, и вот на таких мероприятиях очень важно тоже уметь, например, не перепутать кисюшки, гостей. Скажите, вот все-таки, да, наша тема сегодня чай, ну, мне очень интересны эти отношения, конечно, ене кельмен. И ваша мама, она не отделяла вас и не говорила, вот она не казашка, может, она не знает, она сразу вас приучала, да, и говорила, да, вот давай учись этому, да. Да, конечно. Тамах-то беру ге. Вы знаете, да, как делать, варить мясо. Конечно, могу мастер-класс показать. Ну, надо же, ну, молодец, молодец. Вот в искусстве подавать чай так уж точно. И, значит, сейчас вы все это знаете, все уже умеете. Да, конечно. И, значит, вы считаете, а сами пьете чай? Да, я пью чай. Я, когда, например, к маме своей прихожу, ну, у них обычные кружки, обычный черный чай. Для меня это уже как-то непривычно стало за 10 лет брака с казахом в процессе житья в казахской семье, скажем так. Так, поэтому я себе с молоком наливаю, как положено, могу еще ложечку меда положить для меня. Поэтому уже это привычно. Ну, вот мы не зря, у нас Юлия героиня, как келен. Скажите, вот этот экзамен келенчай до сих пор актуальный, да, в наших казахских семьях? Конечно. Да, Рза, скажите, пожалуйста. Ну, келенчай – это очень красивая традиция. Когда девушка попадает в новую семью, и она должна знакомиться со всеми родственниками этого рода. И во время знакомства, как это происходит, это обязательно она дает келенчай. Даже свекровь, она специально готовит для снохи специальный чай-гурпи, специальный чай-гулек готовится для снохи. И собирается весь род, все друзья, родственники. И келен начинает наливать чай. Это прям целая церемония. И самое интересное, я не знаю, как в вашем случае было, когда келенчай наливает, все родственники, они всегда вот в старину брали с собой какие-то подарки, там какой-то корм диктовали, нынче это в денежном выражении. И бывали даже бабушки, которые приходили и говорили, вот ты чай вот полный налила, ты чай плохо налила. Ну, такие вот маститые уже бабушки этого рода, то есть они могли и так сказать. Ну, в основном... А как вот этот подарок дается, извините, вот тебе дали кисе шаймен, а ты сразу ей вот так в ответ этот или как-то кидаешь там на стол? Нет, нет, нет. Вот когда церемония заканчивается, церемония, вот келенчай аяхталдой, вот заканчивается, в это время каждый батас имбирет. Ну, там очень масса пожеланий, и аргайсы до старханному сне уязвим куэрнтым до старханде. То есть вот ваш этот чай, каждый благодарит, кто как может. Кто-то может быть ювелирные изделия принес, кто-то может быть там какой-то платок там, ну, то есть вот каждый что может. А у вас было такое? Ну, денег, если честно, мне не давали. А вы сейчас придите и потребуйте, соберите всех своих этих обусынок и всех, скажите, тогда 10 лет назад не дали, давайте еще заново все это проведем. Вот, то есть это очень красивая традиция, я считаю, что вообще традиция келенчая у казахского народа очень много. Я могу перечислить столько чаев. Я сейчас вам расскажу, да, сама. Вот у меня есть информация. Приставка чая, она вообще применима в казахском языке для многих мероприятий, да? Где непременно подается сам горячий напиток. Вот некоторые из них ахл-чай или кенес-чай, дословно чай-совещание. За таким дастарханом собираются, чтобы обсудить важные события в семье. Часто гости приходят, то, о чем мы говорим, на келенчай, чтобы испить его из рук молодой снохи. Есть еще абсен-чай. Когда невестки одного дома встречаются за столом и обсуждают также семейные дела. Шиквир-чай. Когда подают, когда один из членов династии перешагнул определенный возрастной порог. Это 37, 49, 61, так называемый мчель-жас. Цархат-чай. Больше всего любят дети, когда взрослые приносят угощение после тоя. А шутливым бойдахшай называют скромную посиделку для тех, кто не спешит и не может долго оставаться за дастарханом. И кунр-чай подают, выражая соболезнования родным. По некоторым данным, казахи употребляют в год около 3 миллиардов литров чая. Представляете, сколько видов традиций есть, да? И сколько мы его, оказывается, выпиваем. Я еще хотела... Действительно бойдахшай есть такой? Впервые слышу. Бойдахшай есть. Бойдахшай – это не значит чай для холостяков. Слово бойдах – это холостяк. Да. А бойдахшай, вот, например, когда мы полноценный чай... Пуцон Паскаль не женат. Да, мне очень интересно. Кто-нибудь приглашает меня на полноценный чай. Когда полноценный чай мы накрываем для гостей и так далее, да, то у нас вы сами уже знаете, что казахский стол ломится от язв. Правильно? Да. Но бывает такой момент, например, вот Паскаль заскочил по делам, но он... Ничего у тебя нет и называется бойдахшай. ...не располагает временем. Да. Вот. А из казахского дома, из казахского шанрака нельзя выходить, не отведав со стола, с Дастархана. Это, ну, самое элементарное хотя бы чай. Хлеб, нан-мен-шай, да? Да, нан-мен-шай. Поэтому вот этот чай на скорую руку, он и называется бойдахшай. Ага. Действительно, посидеть, пообщаться, тогда вам уже накроют стол по полной программе. И этот чай уже будет не бойдахшай, сый-шай. А если я... Курмет-шай. Курмет-шай. Это, значит, попробовать просто кусочек хлеба, да, с маслом бывает у нас обычное, да? Или дать чашку чая, да, может быть, ему. Но, тем не менее, все равно, когда чай давать, как-то бойдахшай, как ты это скажешь, это как-то странно. Ничего, нормально. Нормально? У нас самый, знаете, такой холостющий чай. Без заварки. Нет. Кипяток. Там обязательно чай, молоко, масло, хлеб. Да, кстати, вот обратите внимание, вот когда домой в гости приходят, вот, вот внезапно гость пришел, вот что мы делаем? Мы тут же быстренько экспресс-чай, вот как Паскаль говорит, экспресс-чай даем, да? Пока будет основное блюдо готово. Аперитив. Да, аперитив, да. Казахша. Казахский аперитив. Я хочу сказать, что никогда, ну, я много раз импровизировал в домах моих друзей, и никогда я не нашел простой экспресс-чай. Даже если был экспресс, даже если на один минут я повернул, говорил с моим другом, а потом вижу, да, Сархан уже полный. Вы, казахские киренки, прекрасные, я это хочу сказать, молодцы. Ну, а мы еще, да, конечно, есть такое, раньше было, да, сейчас тоже, все конфеты, все это прячется от детей, но обязательно достается для гостя, да? Обязательно всегда, тем более для итальянского гостя. Все лакомые кусочки в казахской семье обязательно, определенная доля хранится для гостя, кем бы он ни был, когда бы он не застал, да. И прячется во всех шкафах и шифонерах. На самом деле в истории есть, когда делили три сыновьям, когда делили долю, троим дали, но четвертую долю обязательно оставляли, это отдельная доля была, это была доля гостя. Доля гостя, потому что говорили, вот, чтобы вы, братья между собой, очень хорошо общались, друг друга ходили в гости, никогда не жадничайте. То есть доля гостя, она отдельно предусмотрена в глубине наших традиций, то есть это у нас уже, знаете, это норма для нас. Это не потому, что мы хотим от детей своих спрятать там, или что-то, ну, слава богу, сейчас, видимо, такого нету, это старое, сейчас у всех все есть, да. Но истоки, корни, они идут оттуда. Хорошо, давайте, господа, сейчас дальше продолжим. Кому-то посветлее, кому-то потемнее, зеленый или черный. Такие пожелания можно услышать в каждой казахской семье. Бесспорно, казахи истинные знатоки чая. Густой напиток с молоком давно стал одним из центральных элементов национальной кухни, потеснив даже кумыс. Грозит ли ему исчезновение в век пропаганды здорового образа жизни, узнаем в продолжении нашего ток-шоу. Наших следующих гостей, Динару и Ясина, а вернее их родителей, проднил казахский чай. Будущий супруг Динары настолько увлекся изучением казахских традиций, что чуть не отпугнул будущих родственников. Но общая любовь к этому напитку смогла сгладить острые углы при знакомстве. Послушаем наших героев. Здравствуйте, Динара и Ясин. Пожалуйста, кто начнет? У нас была такая интересная история, когда познакомились с Ясин уже. Ясин пригласил моих родителей попить чай и познакомиться поближе. Первый раз. И в первый раз, когда он видел родителей, он поцеловал руку моего отца и мамы. Мои родители удивились. Опешили, да. Да, очень сильно удивились, так как для нас это что-то новое. И дальше мы прошли в ресторан, начали пить чай. И за чаем Ясин все объяснил, всю эту историю, почему он поцеловал руки. И как бы это был не первый раз для Ясина казахский чай. Ну давайте все-таки Ясина послушаем. Мы целуем руки нашим родителям, бабушкам и дедушкам, когда уезжаем в долгие поездки в другие города и страны. И целуем, когда возвращаемся с поездок. Давайте к чаю вернемся. В Турции пьют крепкий черный чай, да? А как вот он воспринимает... Сейчас так же продолжает. Наверное, вы стали пить вместе с Ясином черный чай, турецкий. Я объясню такую историю, которая была в Турции. В Турции не пьют чай с молоком вообще. А мы привыкли пить чай с молоком. И когда мы бываем там, я обычно спрашиваю, можно молоко отдельно? И все сразу в шоке. Зачем молоко? Ну как говорит Паскаль, что вы болеете или что, да, с вами? Да. И все сидят, ждут, что я буду делать с этим молоком. И все прям смотрят все столики. Я наливаю молоко в чай и начинаю пить. И все начинают спрашивать, а почему вы так чай пьете? Как это так? Чай должен быть черный без молока. Вот. Ну сейчас уже многие привыкают и в Турции, и здесь. А кто у вас в семье разливает чай? Насколько я знаю, в Турции не критично, опять же, наливать чай женщине. Мужчина также может абсолютно спокойно наливать чай, да? Да. Ясин, вы наливаете чай? Да, да, я тоже делаю. Турческий чай я обычно делаю. Турецкий чай он делает всегда. Мы соединили две культуры. Турецкую культуру и казахскую культуру. И дома в нашей семье мы пьем, ясин завариваю, турецкий чай. И вот вы принесли. Да, у нас специально такой чайник. Здесь у нас кипяток, здесь чай. Это должен вариться долго. А сколько долго? 15 минут специально турецкий чай, минимум 15 минут. И он должен так стоять. И на огне, на медленном огне. И мы обычно пьем и турецкий, и казахский чай с молоком. У нас такие вот турецкие чашки. Сюда мы наливаем турецкий чай без молока. И в наши казахские такие вот пьялки наливаем наш казахский чай с молоком. Ну, отлично, хорошо. Давайте сейчас перейдем к чаю вообще. Спасибо, это интересная история. И мне хотелось бы сказать, 15 минут чай заваривается. А потом он такой крепкий-крепкий турецкий. Вы у нас диетолог, да? И у нас тоже, в общем, такой не водится чай. Это вообще полезно, так много чая пить? Или... Так много варить еще. Не то, что варить. Вообще чай полезен. А именно были несколько исследований таких качеств, рандомизированных, которые доказывают, что потребление зеленого чая хорошего качества, а наоборот, снижает риск развития сахарного диабета, болезни 21 века на 30%. И черный чай тоже были научные исследования. И доказано то, что снижает риск развития ишемической болезни сердца, инсультов, инфарктов. Но есть еще одна обратная сторона. Это чай с молоком. У нас особенно люди любят такой пожирнее, чтобы сливки были, молоко там 6%. Это, во-первых, очень калорийное. И, во-вторых, альфа-казин, вот белок, молочный белок, который входит в состав молока, он снижает активность антиоксидантов, который входит в состав черного чая. Шериф Аханум, а вы пьете какой чай? Я пью, и семья наша пьет чай с молоком. Я считаю, что это не только чайная церемония, это традиция, которая издревле ведется. Чай с молоком, я считаю, это тоже как питание. Потому что у нас была большая семья. Когда я стала Кельн, у нас было 12 человек в семье. Очень было много мужчин. Я практически была одна женщина, и не было. И, естественно, мужчинам нужна была еда. А в то время, ввиду дефицита многих продуктов, у нас, кроме хлеба, масла и варенья, как бы на столе трудно было что-то достать. Там сыры, это все мы в помине не видели. Поэтому чай с молоком, как бы он заменял, можно сказать, еду. Когда пили чай с молоком, еще с густым, со сливками, с хаймаком, то он каким-то образом не только утолял жажду, но еще и давал питание. Они специально чай, как суп же варят у игурского народа. Да, да, да. Помните, да? Уморол такой чай, да? Да, прямо с солью. Помните же, да? И прямо с высохшим хлебом. Это, наверное, в какой-то степени, наверное, от кочевников. Конечно, безусловно. Это действительно такой сытный. Напиток кочевников, да, ну, в общем, который мы сейчас и продолжаем пить. Согласна, вы также с молоком пьете чай? Да, с молоком. И не отказываетесь. Вы же все прекрасно понимаете. Мы все сейчас уже слышим о том, что не только вы нам... Нам с возрастом врачи рекомендуют отказываться от чая с молоком, от крепкого чая. Но, знаете, это очень трудно. Важный факт, что это была напитка кочевников. Мы сейчас не кочевники, но я никогда не был. Но тем не менее. Но мы сидим в офисе, поэтому у нас образ жизни очень такой статичный, а поэтому это не помогает. Лучше отказаться от молока, да? Сыр, морковь. Я уже давно лет... Нет, но пищевые привычки-то никто не отменял. Если мы с детства привыкли пить так чай, то как бы это же сложно себя переучить. Вот я, например, сейчас пью китайский чай, вот, очень хорошего качества, без сахара, без молока, без лимона. У него, ну, действительно хороший вкус. Ему не нужны никакие добавки. Но иногда хочется. Я завариваю себе чай с molokom, с сахаром, но я это воспринимаю не как чай, а вот как вкусняшку. Вот, в принципе, это вкусняшка. Пользы там для здоровья, наверное, не очень много будет, но удовольствие приносит. Можно вообще соевое молоко, молоко, овсяное молоко, да, кокосовое. Вот она прямо сама делает кокосовое молоко, вот это вот соевое молоко, она прямо сама дома делает. Вот она прямо отказалась от вот натурального молока. Овсяное молоко очень просто делает. Да. Просто надо заварить. Миндальное молоко делает. И как чай получается? Вы знаете, очень даже как молоко. Как натуральный? Очень даже. Хорошо, скажите, пожалуйста, а вот, наверное, может быть, стоит бояться того, что к чаю подают? Да, да, да. Другой вопрос. Особенно сейчас я наблюдаю, ко мне приходят пациенты, которые работают в офисе. У них тоже есть бестыг-чай. И помимо чая с молоком... Какой чай? Бестыг-чай? Ну, бестыг-чай там, да. Это в пять, да. В пять часов в офисе... Нет, 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 тут, наверное, смыслово. Она говорит, что это какая-то другая, да? Нет, другая. Она говорит про чай в пять часов. В плане того, что помимо... Как англичане. Говорит, чай с молоком полезен, не полезен. А это в офисах сейчас так придумали, да? Да, в пять часов самое сладкое... В пять часов ничего не знает, чай пьем. Ну надо же. Самое сладкое, что есть в офисе, конфеты, печенье, сухофруты и так далее, он просто поглощается. Просто, знаете, больно смотрит девушка. Вчера рассказала мне одна девушка, говорит, да, я певица, говорит, я сижу на диете, неправильное питание, 900 калорий, но от чая отказаться не могу. А с чаем вместе идет вот это все остальное, да? То есть, конечно, там и все там, и там ни 800, ни 900, а побольше. Скажите, да, хорошо, скажите, пожалуйста, вы у нас тимейкер, да? Ти-тестер, ну, чайный сомелье. То есть я человек, который определяет качество чая по вкусу. Ходите по домам и пьете везде? Нет. Нет, у меня одно время был чайный магазин, и как бы по долгу службы мне пришлось перепробовать очень много сортов чая, поэтому я уже по вкусу могу определять, какое хорошего качество, какое похоже, ну и по внешнему виду тоже. Но это для нас очень большой вопрос, потому что мы сейчас слышим, да, различные экспертизы, и говорят, что это пыль, песок там и все остальное. Я подтвержу, ни один уважающий себя производитель элитного чая ни в коем случае не будет измельчать его в пыль, потому что качество чая определяется по чаинкам. Элементарно вот вы заварите чай, и по качеству листиков будет уже понятно. Если листочки мелкие, если они дырявые, если они такого ржавого цвета по концам, то есть мы уже начинаем понимать, что это второй сорт и так далее. Хорошего качества чай, самого высшего качества это идут типсы, то есть это молодые листочки, едва проклюнувшиеся из почек, это самый лучший чай. Он, естественно, имеет совершенно другой вид. Когда у тебя хорошего качества чай, ты не будешь это измельчать в пыль, чтобы скрыть. А это нормально, вот все-таки у вас как специалисты, что мы так много его пьем, этого чая? Как в фильме «Приходите завтра», да, мы с маманей. Я вот разделяю казахское чаепитие и классический чай. Во-первых, вот если возьмем китайский чай, его заваривают минуту-две. Если его завариваешь дольше, он превращается в горькую траву. Но китайский чай можно заваривать повторно, там, минимум 4 раза, некоторые сорта 10 раз. И у них вкус только на 4-й заварке раскрывается лучше. Да вы что? Не знала. Это совершенно просто, ну, разные вещи, поэтому здесь, наверное, неправильно. Нет, ну в итоге нормально, что мы прям с самоварами, ведрами прям выпиваем, семья сидит и пьет, и пьет, и пьет, и пьет, и пьет. Ну, видите, я не диетолог, поэтому учитывая еще, что там молоко, и больше вреда действительно от того, что к чаю идет, чем от самого чая. Ну вот классический, без сахара, без молока китайский чай, мы по 10 кружек в день спокойно в семье пьем. Тогда вот Айнура диетолога. Наоборот, рекомендуется пить чай, 3-6 чашек чая в день рекомендуется пить по науке. Да, доказано. Мы, например, в разных регионах, это же по-разному. Если взять, я с юга, например, да, у нас очень жарко, поэтому горячий чай, он утоляет жажду. Естественно, мы выпивали там по самовару чая. Кстати, наверное, вы правы. Вот на юге, наверное, вы жажду утоляете. Вот как мы переехали в Астану, у меня постоянно потребность вот в фруктах. И просто так фрукты есть тоже не можешь постоянно. Но есть же люди, которые вообще не употребляют. И мы, знаете, фруктовые чаи дома готовим. Вот всё то, что дома есть. Апельсин, не знаю, груши там, мандарин. Прямо вот в натуральные чаи. Так можно тоже делать, да? Ну, а в принципе, купажи на этом и строятся. Только там идут сушёные фрукты. То есть здесь просто вы кладёте свежие фрукты, даже будет ароматнее. Ну, нам надо к Ларкости прийти теперь чай попить. И к Шарифе Апай. Ну, только на этот, на настоящий. Ну, и, конечно же, кимлички. Хорошо, так и будем ходить. Вот вы же говорили, что вы титестер. Мы тоже будем так это... Вообще, если говорить о пользе чая, вот мы, например, отказались от таблеток, когда мы начали пить настоящий китайский чай, правильно его заваривать. Вообще, китайский чай первый раз я попробовала ещё в детстве. Мы его неправильно заварили. Папа привёз с Китая, подарили. Мы его по привычке заварили кипятком, он постоял там. Потом мы это разбавляли отдельно за варку. Ну, получилась гадость та ещё, конечно. То есть весь этот чай пошёл просто в мусорку. А сейчас я тот же самый чай, попадя мне в руки, его правильно заварю. Его достаточно заваривать одну минуту. Плюс ещё температуру нужно учитывать. А что это, говорите, кипятком? А как, а чем вы ещё завариваете? Ну, смотрите, зелёный чай заваривать кипятком не нужно. Вы его просто обжигаете. И, ну, портите его вкус, он даёт горечь. А кипятком, именно крутым кипятком заваривают только пуэр. Это чаи с выдержкой. Это, я бы сказала, это сильнее, чем чёрный чай. Чёрный чай 95 градусов, ну, 100 как бы можно, ну, нежелательно. Желательно, чтобы хотя бы... Четвёртый раз хороший, да, пуэр? Ну, вот пуэр, да, он на четвёртой, пятой заварке самый вкусный. Следующий идёт бирюзовый чай, это улун. Нам часто звонили, у вас есть зелёный чай, улун? Есть зелёный, есть улун. Это разные вещи, то есть это не название, это отдельный тип ферментации чая. А что это такое, вот говорят, улун? Это промежуточное между зелёным и чёрным. А что это за молочный вкус у него? Ну, молочный улун – это отдельный сорт. То есть при производстве используются, ну, различные вытяжки, сыворотки, либо, ну, тут, видите, производители не выдают, как они это делают. То есть много бытует разных мнений. Я так и не докопалась до истины, как его производят. Кто-то говорит, что молоком чайные листья обрызгивают, кто-то, что поливает чайный куст молоком, кто-то, что это ароматизаторы. Молочный улун существует столько лет, ещё ароматизаторов не было тогда. Но он действительно имеет такой карамельный… Кстати, вы знаете, он у меня даже здесь есть. Он имеет такой карамельный аромат. Вот он. Вы можете познакомиться. Ну, хорошо, да. Ну, мы, в общем, я знаю, мне кажется, мы все знаем, да, запах улун. То есть это чай не зелёный и не чёрный. Это промежуточная ферментация. Ну, понятно. Потом есть зелёный, есть белый, не ферментированный. Хорошо, Олеся, спасибо. Ну, Олеся, просто кладезь знаний. Аль-Эн-Дуэзм-С-Чай-Щи-Х. Согласитесь, есть что-то сакраментальное в этом призыве. Пожалуй, каждый казах после многочисленных гостей желает попить чай со вкусностями в кругу семьи. И, конечно же, обсудить прошедший той. Откуда эта традиция? Давайте говорить в продолжении нашей программы. Казахи говорят. Астан-братаса-ед-полса-братаса-щай. То есть у Большого Достархана две главных составляющих. Мясо и чай. Эксперты подсчитали, что на каждого казахстанца приходится до полутора килограммов чая в год. Но как выбрать из всего многообразия тот самый правильный чай? Об этом мы говорим с нашими экспертами. Ну что ж, мы очень рады. Олеся у нас действительно, она сказала в начале программы, можете называть меня чайным сомелье. Немножко я удивилась, потому что мне казалось, что сомелье это только человек, который разбирается в винах. Но у вас действительно достаточно глубокие знания. И вот все-таки мы у вас хотим спросить по качеству чая. Нас всех интересует. А вот этот чай, который нам хочется видеть, вот цвет, да, казахским нашим женщинам и Келлинкам, и Енешкам. Енешкам в большей степени хочется видеть такой коричневый, красивый цвет, чтобы с молоком ни в коем случае ни серый, ни вот такого бежевого цвета, как наш вот этот ковер. И чтобы ни в коем случае потом отмыть чашку нельзя было. Да-да-да, и это все краситель. Это все краситель, естественно. Ой, кошмар. Вот если вы возьмете хорошего качества чай, черный, да даже пуэр, заварите его, отмыть кружку, в принципе, будет несложно без моющих средств. Ну, конечно, если вы оставите этот чай на несколько дней, чуть-чуть больше въестся цвет, но все это легко отмывается без комнаты и прочей химии. Когда бывает в офисе все-таки грешу пакетированным чаем, дома у меня такого уже давно нету, ну, бывает, что там быстро, наскоро надо, там замерзнешь. Потом кружку, да, приходится нести домой, у меня просто даже нету в офисе химии. То есть пакетированный чай – это вред однозначно? Однозначно. Плюс еще такой момент, что у чая же есть свободности. Нет, у какой-то хороший же пакетированный есть чай. Вы знаете, это все равно кот в мешке. Если уж действительно это такая сложность заваривать в заварке, в заварнике можно же купить пакетики отдельно пустые для заваривания и ложить туда листовое. Они также затягиваются, быстро закинул, заварил, выкинул. То есть если вопрос удобства. Но, как правило, все-таки это вопрос цены, наверное, потому что листовой чай, тем более если его брать в специализированном магазине, он стоит намного дороже, чем в супермаркете. Ну, я поняла, вот как бы нам, хозяйкам, понятно, что вот пакетированный мы его стараемся дома не пить. Это действительно такой фаст-вариант, быстрый, да, где-то там на работе, еще что-то. Но вот гранулированный, прям это наша любовь такая казахская, да? Мы прям любим этот гранулированный чай. Но сейчас слышим, ты понимаешь, Паскаль, о чем мы говорим? Гранулированный, ты знаешь? Абсолютный. Какой? Песоки. Да, 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 правильно. Который в ум потом. Да. Ну, они не в ум иногда, но они немножко такие больше становятся, да? Вот, а теперь смотрите, если качество чая, ну, в том числе определяется по листочкам, да, потому какого они размера, вида, цвета, дырявые, недырявые, да, то есть мы уже понимаем по листочкам, когда заварим чай, какого качества чай, помимо вкуса. Как вы думаете, если производитель использует сырье первоклассное, у него рука поднимется, это все перепилить на пыль и потом гранулировать? Угу. То есть у чая еще есть срок годности, ну, хоть кажется, что вроде, ну, что там чай, пускай он там сколько угодно лежит, у него также есть срок годности. И когда этот срок годности проходит, ну, это обычно где-то около трех лет, за исключением поэров, они с выдержкой идут чаи, но там другая технология. Польза от этого чая, у которого вышел срок годности, она сходит на нет, и начинается обратный эффект, то есть наоборот, этот чай может наносить вред организму, и, ну, соответственно, этот чай, ну, не пускают в продажу. А производитель это все перерабатывает. А как нам быть, если мы хотим красивого цвета чая? Вот этот вот свежий, молодой. У меня сейчас есть, я всегда пью вот этого года, говорят, вот какой это сейчас, с 18-го года, летом его собрали, и сейчас вот привезли сюда. Вот я его пью, но гостям я его не дам, мне как-то вот стыдно. Понимаете? Я им заварю гранулированный такой, да? Здесь нужно думать, что все-таки важнее именно вот эти какие-то вот стереотипы, да? Или все-таки здоровье, вкус. Знаете, вот как определить хороший чай? Вы вот этот гранулированный заварите, и попробуйте его без сахара, без молока, без ничего, голый попить. И обратите внимание на послевкусие. Оно такое будет аж вяжущее, горькое, вот прям терпкое. И заварите хорошего качества листовой. Ну, в основном, я в супермаркете, правда, ничего не встретила хорошего. То есть я раньше того, как занялась чаем, покупала в чайных магазинах это. И заварите такой чай, попробуйте. Он даже если будет крепкий, даже если он будет бодрить, вот кенийский чай, он прям бодрит, как кофе. На ночь ни в коем случае не пейте. Но у него не будет горечи. Вот его можно пить без сахара. Если вы можете пить этот чай без сахара, и он вкусный, и у него есть особые нотки какие-то, да, вот фруктовые, медовые, ореховые нотки. Вот они такие едва уловимые во вкусе. Это хороший чай, это его истинный вкус. А вот из Таиланда сейчас популярный чай какой-то? Синий. Или какой вы имеете в виду чай? Ну, это все чайные напитки, то есть это на основе растений, то есть это не совсем правильно называть чаем. Как и каркаде, это чайный напиток. Ну да, тоже все это имеет на пользу. А Тулия, скажите, а вы его завариваете на Ахман на этом? Да, обязательно нужно заваривать. Но некоторые, вот несколько раз вот я услышала, кто-то говорит, что Ахман мы кипятим. Кипятить ни в коем случае нельзя. Его просто надо протомить. Вот. Я, например, лично сама томлю. То есть на маленький огонь поставить этот заварчик? Да. И вот только, значит, заварочка начинает подниматься вверх, я выключаю. Это, скажите, вредно вообще вот этот вот на... Я согласен, потому что я думаю, я не диетолог, конечно, но думаю, что если температура в воде слишком высокая, она убьет все качества, которые в листе чая есть. И с любой продукт, даже с просто... А сколько вы говорите о Турке... 15 минут. 15 минут не дождается. 15 минут уже, Саха. 15, 20, 20. Даже 20 минут. Внизу кипяток, а сама заварка в верхнем, да? Нет, это заварка 20 минут, да? 20 минут. 20 минут. 20 минут. Можешь быть... Харьковый вода, когда вы поставите, после этого вы поставите тюркский тюрь на харьковый вода. Это должно быть все внизу, все вверх. А, мало. То есть чай должен идти вниз. Представляете? В общем, я хочу у диетолога спросить. Вот, Шерифа Апай, вы, конечно же, за то, чтобы мы пили чай? Да. Я за это. Вы знаете, это... И давайте еще вот про кофе, да? Чай или кофе, кофе или чай. Как вот? Вы, наверное, пьете больше кофе. Ну, в Италии кофе же любят. Я как итальянец, ну, я не типичный итальянец, к сожалению, потому что у меня кофе дает вообще нервы. Даже чай, даже кола. Если пью чай после 5 вечера, я не сплю до 3, потому что меня дает нервы. Да, поэтому я всегда пью зеленый, потому что я думаю, что там меньше кофеина. Это правда или не правда? Нет, это правда. А, в зеленом меньше кофеина, да? В зеленом меньше. Есть вообще японский чай, синча. В нем самое минимальное... Который джет самурай? Ну, в нем самое минимальное содержание кофеина. Его можно смело пить и беременным, кормящим. И еще, знаете, объясните мне вот несведущему человеку, почему кофеин в чае? Кофеин все-таки ведь это в кофе? Ну, это стереотип. Это, наверное, не кофеин все-таки? Ну, нет, это кофеин тот же. Причем в чае его бывает даже больше, чем в кофе. Хотя, вот что интересно, один из самых популярных бодрящих чаев пуэр, кофеина в нем содержится немного, то есть он бодреет за счет других веществ. А вот в классическом, кенийском, очень много. Вот мы, допустим, когда, как вот оно, детей спать уложишь и начинаешь заниматься. Вот пробовали разные сорта чая, нам прислали пробники. И вот мы тогда вот кенийский, здесь есть баночки. Заинтриговала, говорит, уложишь спать детей и начинаешь заниматься. Да, ну... Думаю, чем она занимается? Думаю, будние родители, что да, вечером уже только до работы руки доходят. И мы, в общем, давай пробовать разные сорта чая, добрались до кенийского, и все, до трех часов ни в какую не спится, и все. Как Энерджайзер Дюрасел лучше, чем кофе. На меня этот чай действует лучше, чем кофе. Нет, а вот как вы относитесь, вот все казахские семьи, да? У нас же обычно так, всех уложим, всех-всех-всех, а потом садимся вдвоем чай пить. Да-да-да. Ночной чай. Да, особенно после гостей. И еще нормально идем спать. После гостей супер. После гостей супругом, да? Да-да-да. Нужно понимать, что в нем уже... Нет, ну мы хорошие чаи пьем, и тем не менее, потом идем спать нормально абсолютно. Не каждый чай бодрит, абсолютно не каждый. Есть еще один вопрос. Я Алисия. Алисия. А, Алисия, извините. Да, Юля с вами рядом. Вот, например, говорят, что рекомендуют пить больше зеленого чая, но говорят, что он вымывает из организма кальций. Так ли это? Здесь, видите, я не врач, чтобы что-то точно утверждать. Я читала и про то, что и вымывает, и про то, что не вымывает. То есть мне немного. А вымывает кальций? Нет, не вымывает кальций. Не вымывает? Нет, если вы, к примеру, будете употреблять... Есть такие исследования, если будете употреблять черный чай с молоком, тогда всасывание с кальцием не вымывает, всасывание с кальцием уменьшается. Нет только их веществ, которые вымывают кальций. Скажите, пожалуйста, запрещают же, говорят, что это яд. Молоко с черным чаем, это яд. Вот насколько это оправдывает, что это яд? Ну, чтобы не быть такой голословной, я всегда оправдываюсь, да. Мне яд это... Хорошо, спасибо. И в заключении, в общем, может быть, действительно нам нужен национальный праздник? Защитить наш чай от этого кофе американского? Чай пати. Чай пати, чай фест? Чай пати, да. Чай пати, да. Я считаю, что действительно нам, казахам, нужен этот праздник. Почему? Потому что, смотрите, казахи сумели в процесс чаепития вложить очень большое содержание. Очень много смыслов, да? Да, много смыслов, много содержания. Вот взять тот же кельеншай, взять тот же кунгальшай, взять тот же абасеншай. И вот каждый из этих разновидностей чаепития несет с собой определенный посол. Например, абасеншай, да. Он объединяет женщин одной династии. А когда женщины живут в мире, значит, и династия будет процветать. Понимаете? Это первое. Второе, что, допустим, кунгальшай, да, это чай сочувствия. Специально туда приглашается какой-нибудь красноречивый оратор, который по этому случаю будет рассказывать хорошие притчи, хорошие примеры вообще из жизни. Вот. Будет где-то утешать. И все это слышат молодежь, все это слышат дети. И они впитывают в себя. Они действительно уже большую жизнь будут забирать с собой. Собравшиеся студии согласимся, что нам, наверное, казахстанцам нужен такой день, да, отдать, воздать должное нашему напитку, который и объединяет, и в общем, и в моменты грусти, и скорби, и в моменты веселья. Мы всегда пьем чай, собираемся. Самое главное, это вот такой объединяющий фактор, не просто напиток, утоляющий жажду, там, да, или, в общем, наш аппетит. Но, знаете, это вот все мы казахи говорим, говорим, а вот итальянец взял и песню написал про чай казахский. Да? Давайте Сону Паскалю дайте, пожалуйста, гитару. Мы вообще очень рады, что Сон Паскаль пришел в нашу студию. А, да, что за песня сначала, давайте расскажем, предысторию. Вообще, это старенькая песня, которую я писал не только про чай, а про быть казахом, потому что, когда я переехал в Казахстане, учил казахские традиции. И, как вы говорили, чай это не только напитка, а это социальный момент, когда люди познакомятся. Например, моя Пашка, бабушка, которая меня угостила первые дни в Казахстане, кстати, Ажарапа, я вас люблю. Она меня выучила все казахские сказки, песни, старые песни, не знаю, Дуда Рай, Козуман Караса за чаем. Ну, пока я кушал баурсаки, она спела с домбра. Поэтому, вот, чай это настоящая социальная школа, я думаю. Вот, теперь песня так идет. Может, мой турецкий брат мне помогает? Когда я скажу, когда я говорю, что ты говоришь казах все, вы говорите с меня, хорошо? Ты должны говорить казах все. Я не знаю такое. Хорошо, давай попробуем. Повторите. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok